Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1032. Событие дня. Евангелие Тойки 18.8. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? За 13 октября 2018 года. Скажу и вам, что подаст им защиту вскоре. Ну, наше объявление, которое можете дать и другим. Ну, просто затормозите и прочитайте. Тут безобманно все. Все заснято. Номер телефона. Номер телефона. Дмитрий пишет. Очень рад, что снова посчастливилось с вами пообщаться. Вчера по скайпу говорили. Низкий поклон вам, Надежде Васильевне, Владимиру Пащенко и остальным братьям во Христе. Если будет Богу угодно и живы будем, то в следующем году посещу с вашего разрешения потеряю его очи. Увижу вас. Ну, вот так. Я беру из интернета сейчас две статьи. Одна про нас. Игнатий Лапкин закрыл свой лагерь Стан. Вот это правильно. Роспотребнадзор не закрывали никто. Я сам его закрыл. Указывают день, час, это собрание тем, как были, как идут. Известный проповедник Игнатий Лапкин после проверки Роспотребнадзора закрыл детский лагерь Стан в деревне Потеряевка, мам, скорее, он Алтайского края. Православный летний лагерь действовал даже при советской власти. Он был открыт более 45 лет назад. Теперь еще два года добавить надо. Только уже без лагеря. Превращенный в музей. Это у нас здесь был Каспришин Андрей. Очень известный фотограф. И вот меня сфотографировала с Голубкой. И, главное, шапка у меня черная. Вот эта черная. А он начал фотографировать. Я гляжу, он что-то наклоняется. Он схватил снег и в меня бросил. И он, снег на шапке оказался и на плечах. Вот и теперь оно контрастно так. Он знает как. На бороде. Считайте просто. Я не буду считать сами. Дальше считаем. С точки зрения чиновников от Роспотребнадзора. Там существовало множество нарушений в лагере. Двоеточие. Не было подписей и печати на уставе организации. Ну, так это печать-то в отделе юстиции, в краевом все. А это для того, чтобы дети могли считать. Печать нужно. Отсутствовали необходимые правила. Какие необходимые? Отсутствовали необходимые правила. Правила там все записаны. Как родители дают детей и приезжают. Дальше. Продукты закупались у местных жителей. У местных. А надо где было? Брать отравленные где-то или как? Не было первичных средств пожаротушения. Ну, каких не было? Песок у нас там, кошмар, лопаты. Вода, большой бак воды не было. А какие больше? Там ничего и нет. Все глиняное, да железное. А также инструкции, как действовать при пожаре. Инструкции. Так мы все время тренировались и дети знали. Вместо проточной воды пользуясь колодцем. Проточной надо, чтобы... Ну, в городе не так. Вот кто писал-то это? Он правильно писал. Проточной, чтобы не закисало. Ну, а каждый день новая. Идут колодец. Проточной надо, тещет оттуда. Нет тут шланг в шланге, чтобы не с ведрами ходили. Вот сидят. У нас на костре. Летний лагерь в сан-деревне потеряю. Колтайский край. По словам Игнатия Лапкина, в лагере на момент проверки было 19 детей. Всего за лето обычно отдыхает до 109 ребятишек из разных городов страны. Нашему православному легендарному лагеря. 45 лет. Ни одного отравления, ни одного повреждения, ни одного мертвого за эти годы. Не сгорел, никто не утонул. Значит, у нас самая правильная норма. При этом у меня дети и на конях скачут, и на лодках плавают. Контролеры говорят, мол, у вас не протравлена местность от клещей. А у нас и не было здесь клещей. Кого травить-то? Только бы траву коровам отравили, а от них молока берем. В озере 200 лет купаются. Мы тут купаемся. Крещение дети проходят, и все здоровы. Зашли на кухню, берут анализы первого, второго. Из колодца не стали брать воду. Еда им не понравилась, разделочные доски, рассказывает Игнатий Тихонович. Нистовое дерево, доски разделочные. Ну, какое же это нарушение-то? Эмаль по крышке там где-то отбита на миллиметр, на сантиметр. По итогам проверки было возбуждено дело об административном правонарушении. Подан иск в Женодорожный суд Барнаула с требованием, чтобы Крестово-Сбижинская община города Барнаула старостой, которая является Игнатий Лапкин, выплатила штраф. А штрафы по миллиону, по полтора. Ничего нет, суд не вырешил ни копейки. В конце июля сего года суд вынес решение о прекращении дела об административном правонарушении. Хотя из чиновников не был удовлетворен, Лапкин говорит, что прежнего лагеря Стана больше не будет. Я уже не начальник лагеря, сам его создал, сам ликвидировал. Но мы, православные общины, покупаем несколько домов, и дети будут жить в гостях в этих домах. А где лагерь был, они будут гимнастикой заниматься, чтением, молитвой. Так что нас не уничтожили, объяснил он в интервью журналистам. Теперь там музей и комплекс для бедных лагерей. Инатий Ишин Лапкин старобрядец с рождения. Вместе с женой он ходил в храм русско-православной церкви старобрядческой. В Барнауле отвечался на считанность, грамотность и усердно читал Библию. Позднее Лапкин присоединился к РПЦ, но разочаровавшись в официальной церкви, перешел в РПЦЗ. Известен как талантливый проповедник, имеющий многочисленных последователей. Это обстоятельство, наряду с негативными высказываниями в адрес РПЦ, вызывает обвинение его в сектанстве. Так Кузбасская митрополия РПЦ предостерегает свою паству от чтения литературы, издаваемой Лапкиным. За активную проповедническую деятельность Игнатья Тихоновича Лапкина арестовывали дважды в 1980-1986 годах. По печально известной 190 прим статьи изготовления и хранения порочащих общественно-государственной строй страны. Весь его аудиоархив был уничтожен. Нет, КГБ. Игнатий заменил машинописный сам издат магнитофонным. Он отчитывал книги, а не перепечатывал и Библию, Жития святых, Сложенистонский архипелаг, ГУЛАГ. Ну, 50 книг примерно. Вот я сижу. Три тома. Имка Пресс. Прямо из Франции поступили книги. Второй раз насчитал уже на компьютер. А когда арестовывали, там было на пленке. Весь архипелаг ГУЛАГ теперь наговорён на середине 2003-х годов. В середине 1990-х годов он подал судебный иск, требуя возместить материальный ущерб. Иск был удовлетворён. В качестве возмещения ущерба Лапкину передали два здания в Барнауле, где он устроил крестовозвиженскую общину. Настоятель общины, протеерей Аким Лапкин, младший брат Игнатия. Не младший, после Акима ещё Иосиф и Павел. Он на пять лет моложе меня. Фотография из источника и показана, откуда. Андрей Александров Не говорю о религии, там всё ещё хуже. Всё перепутано, ветхое с новым, чистое с нечистым. Хуже мусульманского брака только мусульманский рай. Или точнее сказать, то, как они его себе представляют. Современные же мусульманки ничем не уступают в пороках в нашем. Но у них есть одно отличие от русских. Они хоть как, под страхом быть избитыми или под тщеславием, но уважают своих мужчин. Если им предстоит выбор между русским или своим, то выберут они своего. А русские женщины в подавляющем большинстве выберут, кого выгоднее. И уважения к обычным мужчинам у них совсем нет. Это правда. Вот откуда это взято написано. Андрей Юрьевич Ткачёв. Думаю, довольно яркая характеристика дана в этой статье про Таирею Ткачёву. Не зря вы его опасаетесь. Вот интересно, первый раз я только увидел его и говорю, от него опасность исходит. Какая, не знаю. Где-то он на меня, говорю, наткнётся. И, ну, Бог милует по сей день. Андрей, я молюсь за него. Обвинить во всём свою пасту и страну, и потом сделать карьеру в другой стране. Касаемо проповедей, просто отталкивать его на смешное многословие в стиле а-ля свой парень. Не евангельское это. Хотел поблагодарить вас, Игнатий Тихонович, за сказанное этим летом и осенью проповедью в Потеряевке. И за выполненную просьбу записать молитву в хорошем качестве. Отдельное благодарение. Благодарю за молитвы и за всё, что вы делаете для спасения наших душ. Всё во славу Божию и слава Христу. Вот так. Только что увидел ролик, присоединяюсь. Вот этот увидел он, ролик. Слава Богу за всё отношение протеерея Владимира Головина к Игнатию Тихоновичу Лапкину. Вот он как называется. Так это, по-русски зарядить в Google, в Google, говорю, в YouTube. И вот так вот, такое будет. Дальше пишет. Одна из моих любимых проповедь. Придите ко мне, Лапкина, на Берсенёвке в Москве. Я проповедую. Евгений один пишет. Торопко. Игнатию Тихоновичу. Входите тесными вратами, потому что широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими, потому что тесно врата и узок путь, ведущий в жизнь. И немногие находят их. Бродяжничество. Это не по мне. Опять Евгений, он из евреев. Там в Иерусалиме пришел. И вот теперь то старобрядцам, то старосильникам. Писание говорит, что узкие врата и тесный путь надо усиленно искать. И немногие находят. То есть немногие имеют духовное зрение, чтобы увидеть и разглядеть этот путь и пойти по нему. Насчет московской патриархии скажу одно, хотя я не отношусь напрямую к ней на канонической территории Иерусалимского патриархата. Я начал изучать историю возникновения МП и по сегодняшний день. Какая она есть. Узкого, тесного, тернистого пути я там не увидел. Наоборот, вижу широкий пространный путь, ведущий в погибель. Возможно, есть там малые островки благодати, где священники еще пытаются держаться за истину. В целом, истинного пути узких врат и тесного пути я там не вижу. РПЦЗ после Уни и СМП слилась в одно. Там уже фактически нет разницы. РПЦЗ – это теперь МП. А одно целое. Сейчас идет процесс смешивания священства. МПшные священники входят в ряды РПЦЗ. Со временем уже будет не разглядеть, кто есть, кто там. Я отвечаю. Теоретически, если просто сидеть в кабинете или не выходить из дома, то именно так и есть. И ничего уже не поделать. Остается только искать мизерные осколки и прилепиться к ним. И ни с кем не разговаривать. Остается только старобрящеская озлобленность и гнусная мстительность злопомнения в 330 лет. Остается единственная бурчащая проповедь всех и вся из таких мышеловок. Ты, еретик, переходи к нам. А там нет ничего, что могло бы быть благовестием от Духа Святого. Вся деятельность будет в дрожании пескариков в своей норке по-щедрински. И такого уже не вызвалишь на поприще, а распахивание на вины целины. Осия 10.12. Сейте себе вправду и пожнете милость. Распахить у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. И на этой мертвящей бездеятельности остается только замкнутый круг слепой лошади. Ох, как бы только поп не отлучил от причастия. Говорю это не из кабинета. Говорю, как человек, который с первого дня высчитал, на чем могут играть сеющие страх перед ними. И в тот же день, 27 сентября 1962 года, все это выбросил вон. Господь может только Он это сделает. Быть неуязвимым страхом перед темной силой, это я ему пишу, которая сеет страх, выискивая на поле камни, скрытые и явные. Больше свободы и споспешествования свыше пока не вижу нигде, как в РПСЗ. Есть где и не поминающие, но признавшие акт на хроническом общении. Говорю для доброй души, чтобы смятения и поиски закончились, и наконец-то начался истинный и благодатный и чудный труд в свободе во Христе Иисусе. Желаю вам приехать и пожить тут. Святой товарищ, работать давай! Работа усиленной требует край. Работай руками, работай умом, работай без устали ночью и днем. Не думай, что труд наш бесследно пройдет, не бойся, что дум твоих мир не поймет. Работай лишь с пользой на небе людей, да сей только честные мысли на ней. А там уж что будет, то будет пускай. Так нужно работать, мы дружно давай. Работать руками, работать умом, работать без устали ночью и днем. 1867 год. Федоров Амулевский. За 9 лет до перевода Библии на русский язык. Я пишу опять ему. Дорогой Евгений, пересчитай, что написано здесь. Поезд закончи сразу и начинай усиленный и без отдыха труд. Тебя Бог наградил всем. Поезд закончи сегодня же. Я насадил, а полос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий. Поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Сушите сухари. Уходим до зари. Поход нелегкий и неблизкий будет. Великий труд, что съел, перегорит. Без праздников маячат только будни. Это для миссионеров как гимн. У всех народов есть такой запас, который занимает мало места. Последними калориями многих спас. Заранее замешивайте тесто. Считайте и учите наизусть не что-то, но священное писание. На каждый случай в этом вся и суть. Оно не подведет, в беде достанет. Не так и много места в рюкзаке, но сверхоружие в любой беде поможет. Не загружайте лишним, налегке планеты странник на Христа похожий. Он не имел где преклонить главу и не носил тех книг богослужебных, затем апостолах, и в проповеди звук разнес все капища, как половодим щепки. С собой они несли не корабли, а малое горчичное зерно. Вскисали воины, тираны короли, и прорубалось в небеса. Отечество земное далеко. Патриотизм поповский им был чужд. Несли духовное святое молоко упитанному римскому бычку. Преображались змеи, скорпионы, львы кровожадные, лукавые лисицы. Меч Слова Божия разбила все препоны. С дарами Божий Дух на них излился. Сцените изречения и стихи. Конечно, не подряд, но всем по вкусу. Христова кровь омыла с вас грехи. Спасение только во Христе Иисусе. Игнатий Лапкин. 27 сентября 2003 года. День моего обращения. Вот такое стихотворение вышло. Михаил Кальмаев. Евгений Торопко пишет. Евгений, если нашел путь, то ты можешь везде свидетельствовать об этом пути. Как среди католиков, православных, так и среди язычников и баптистов. В себе ищи. А среди церквей какая лучшая благодать не едва ли найдешь. Во всех сатана сеет плевелы. Тем более, если ты имеешь рождение от Духа, рождение свыше, и через крещение уже вошел в церковь. Разве ты не веришь, что получил ощущение грехов в крещении, и Бог тебя осветил, чтобы ты трудился в той церкви, в которую Он тебя ввел? Странные сомнения и страшный поиск. Странный поиск. Из всего, что пишешь, я понял, что никакого рождения свыше ты, брат, не получил. А если бы получил, то такие поиски тебе уже были бы не нужны. Разберись в себе. Что ты ищешь? Праведность в людях, которые непостоянны и склонны к падениям, или праведность Божию, незыблемую, истинную и постоянную? Я далее пишу. Еремея 15, 19. «Я сказал так, Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять перед лицом моим. И если извечешь драгоценное изничтожного, то будешь, как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. И сделаю тебя для этого народа крепкой и медной стеною. Они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя, ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь. И спасу тебя от злых рук, от руки злых, и избавлю тебя от руки притеснителей». Осия 11, 4. «Узами человеческими влёк я их, узами любви, и был для них, как бы поднимающий ярмоз, щелюсть сей их, и ласково подкладывал пищу им». Матфея 20, 7 стих. «Они говорят ему, никто нас не нанял. Он говорит им, идите, и вы, виноградник мой, что следовать будет, получите». Семён Яковлевич Натсон. «Как каторжник влачи такого за собой, так всюду я влачу среди моих скитаний. Весь ад моей души, весь мрак пережитой и страх грядущего, и боль воспоминаний. Бывают дни, когда я жалок сам себе. Так я беспомощен, так робок я страдая. Так мало сил во мне, в лицо моей судьбе, взглянуть без ужаса, очей не опуская. Не за себя скорблю под жизненной грозой. Ни я один погиб, не находя исхода. Скорблю, что я не мог всей страстью, всей душой служить тебе, печаль родимого народа. Скорблю, что слабых сил беречь я не умел, что полон святостью заветного стремления. Я не раздумывал, не жил, я огорел. Богатствами души, старя без сожаления. И в дни, когда моя родная сторона полна уныния, смятения и испуга, что в песне вылезти душа моя, должна красть редкие часы у жадного недуга. И больно мне, что жизнь бесцельно догорит, что посреди бойцов я не боец суровый, а только стонущий, усталый инвалид, смотрящий с завистью на их венец терновый. Иеремия 6, 16. Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших, рассмотрите и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Евгений, свобода подлинная во Христе Иисусе, да обымет тебя. Начни сегодня же труд, а не поиск святости в людях. Ты нашел уже, но прежний опыт стонать оказался тут не нужен. Тут нужен труд, ни языком и ни руками махать. Сие же дело для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим самому, не остаться недостойным. Михаил. Церковь имеет одну цель – возвещать и приводить к Богу. 1 Петра 2.9. Но вырвут избранные царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Деяние 9.15. Но Господь сказал ему, «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами, царями и сынами Израилевыми». Деяние 20.27. «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Евгений к Михаилу. «Разве ты не веришь, что получил ощущение грехов в крещении, и Бог тебя осветил, чтобы ты трудился в той церкви, которая тебя навел? Странные сомнения и странный поиск. Из всего, что пишешь, я понял, что никакого рождения свыше ты, брат, не получил. Если бы получил, то такие поиски тебе уже были бы не нужны». Евгений отвечает. «Вот на эти слова верю, что ощущение грехов в крещении получил. Осторожно, Михаил, в своих экспертизах с увеличительным стеклом по рождению свыше. У вас неправильные и поспешные выводы о моем духовном возрождении свыше. Я рожденный свыше человек. Верю так же, что крещен Духом Святым. Как я знаю, что рожден свыше, нахожу в себе постоянно непрерывный поиск Богообщения и духовная жажда к Слову Божьему. Так как то, что получило рождение, должно питаться и расти, не от пищи тленной, но от Слова Божия, происходящего из Узбожьих. Если вам мой поиск непонятен, не спешите осуждать. Этот поиск и отвергать, так как недуховное начало. Исписывать мой духовный поиск истинного православия с обочины». Иисус сказал ему в ответ, что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. От Яра 13, 7. Я пишу. Иеремия 2, 24. «Привыкшу к пустыне, дикую ослицу, в страсти души своей глотающую воздух. Кто может удержать? Все ищущие ее не утомятся. В ее месяце они найдут ее». Яков 1, 6. «Но допросит с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Римлянам 14, 23. «А сомневающийся ли, если есть, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере – грех». Ксения. Мир всем. Евгений. «Тесные врата и узкий путь – это путь Христов, со Христом, за Христом, евангельский путь». Вот что об этом говорит Макарий Великий, кавычки. «Высочайшие заповеди Евангелия и путь Божий тесный и узкий людям мира сего, непричастным Духа Божия. Этим путем невозможно идти, то есть стать послушниками и безупречными во всех евангельских заповедях. Никому, пока они не приобретут крыл Святого Духа». Тогда возносимые Святым Духом они легко смогут пройти по евангельскому пути правды, удостоиться войти в жизнь по слову Господа. «Иго мое благо и бремя мое легкое». Они узнают, что не тяжелы заповеди Иисуса, когда окрыленные Святым Духом пойдут с великой легкостью и радостью по-тесному для остальных людей пути. «И невозможно без Святых Крыл Духовных никому вступить на сказанный путь, то есть в совершенной и безупречной чистоте исполнить все заповеди Господа и удостоиться войти так во врата Царства Небесного». Евгения. Вопрос к Игнатию Тихоновичу. Вопрос 2246. А концовка вашего ответа на вопрос, если будет объединение, то нужно расстаться с этими пропатриархийными по-хорошему, размести все точно по нолям, образовать свой Синод здесь, о чем я советовал подумать еще в августе 1992 года, когда был в Синоде. Ситуация, как у протопопа вакуума, когда он говорил о надвигающихся изменениях. «Видим, как зима хочет быть, и руки у всех задрожали». Искренне любящий вас Игнатий и наши братья. 26 октября 2003 года. Игнатий Тихонович, почему вы не выполнили это? Нужно расстаться с этими пропатриархийными между 2007 и 2012, временем определения своего положения. А пошли на это соединение с патриархией, с пропатриархийными, и уже негласно как бы находитесь под одной упряжкой с МП. Фактически в Барнаульской епархии МП. Так как отец Аким теперь непосредственно подчиняется Барнаульской епархии МП митрополиту Сергию Иванникову. Фактически осилить на деле это расставание навсегда с патриархией вы не смогли. Я отвечаю. Мы единственные, кто не пошел ни на какие изменения в юрисдикционном подчинении МП. Мы не уходили с фронта, но нас бросили на бумаги, дали требуемую справку, что на территории России не осталось общин или приходов от РПЦЗ. Это только на бумаге. Когда готовились к признанию принятого акта о каноническом общении, признании благодатности МП РПЦЗ, то нас они не касались. Почему? Да только потому, что мы с самого начала образования наших общин уже жили в этом акте. Когда нас зарубежные свои же клеймили за признание благодатности МП. И потому мы на это не шли, а были уже в этом понимании. От кого же это было? Мы молились, и потому Бог сам нам указал этот путь мира, любви и свободы. МП ни дня не имела над нами своего руководства. Ни часа. Мы тогда в начале 90-х мы ежегодно ходили в храмы МП на прощенное воскресенье, на Пасху, и там молились все общины. РПЦЗ нас как-то терпело за эту вольность нашу. Даже более того, еще в конце 80-х мы договаривались с первым епископом на Алтае Антонием Масендичем о взаимном признании возможности у них в храме проповедовать и молиться отдельно в Нижнем пределе. И такое в РПЦЗ тогда было построжайшим запретам. Кроме наших общин нигде такой попытки не было даже в помине. На общем собрании мы говорили о соединении с МП тогда нигде и слова не было, а только о признании благодатности обеих сторон. О подчинении решений съезда в РПЦЗ. Мы показали полное послушание по тогдашним решениям нашим иерархам. Но мы говорили, что МП на этом не остановится, а будет затягивать к себе на уничтожение приходов РПЦЗ. Так и случилось. И разбились не вошедшие на этом акте в общение с МП на разные осколки в числом около десяти. Мы могли свободно войти в одно из этих отделений с законным епископатом. Но мы на это не пошли, хотя имели доброе отношение с некоторыми из них. А так как мы признавали изначало благодатность МП Московской патриархии, то мы ничего не потеряли и не получили от этого акта. И в своем завещании все эти годы я лично подтверждал принятое решение никогда ни под каким видом не входить напрямую в подчинение МП. Никогда. И Бог дал на Алтайскую епархию митрополита Сергия Иванникова, который сейчас здесь. Вы можете посмотреть видеоролики его служения в Потеряевке, где их дьякон, отец Владимир Черных. Сам митрополит Сергий на возрастах поминает патриарха Кирилла МП, затем митрополита Илариона РПЦЗ с полным чином его местного митрополита Сергия территориального епископа на район нашего местонахождения в Севолодопоничи. И такое поминание только при приезде митрополита к нам. А в остальное время в течение года мы не поминаем в возрастах никого, кроме митрополита Илариона. Это подчеркивает и сам митрополит. Никаких указов на нас не издано ни одного. На их собраниях отец таким ни разу не был, и они на это не претендуют. Мы не под МП и такими не будет наша община никогда. Вы думать не хотите свободно в Духе Святом нормально? Не хотите? Зачем же нам мозги деревянно-миссионерские патриаршие навязывать? Вот документ Русско-Православная Церковь Московского Патриархата но он говорит обо мне Игнатий Ревности православных христианин проповедник исповедник. Ну задержите и прочитайте. Прямо выделяли Игнатий Тихонович Лапкин состоит в молитвенно-каноническом общении с Православной Церковью через Барнаульскую партию как обычный мирянин. Итак все что вы написали о нас это неправда покривление правды. Евгений Игнатий Тихонович благодарю за подробный разъяснительный ответ. Я отвечаю Евгений я очень люблю вас и молюсь о вас потому и ревную о вас. Кто изнемогает с кем бы я не изнемогал кто соблазняется за кого бы я не воспламенялся ревнуют по вас нечисты и хотят вас отлучить чтобы вы ревновали по них вышли хорошо кто остановил вас чтобы вы не покорялись истине такое убеждение нет призывающего вас. Ну и далее считайте Евгений Игнатий Тихонович благодарю за теплые слова будем видеть дальше что происходит в мировом православии что у нас будет происходить на святой земле Иерусалиме ну дальше считайте сами Евгений говорит недавно писал о старостильниках и Игнатий Тихонович отписывал свое мнение о них ну и далее он пишет что с украинским какие пункты о чем написано считайте если нет это переписка тут переписывается я взял интересная переписка я взял вот я взял это я взял Пишет Игнатий Тихонов. Все разжевало, осталось кушать и расти. Наталья, Евгения, я когда только видела первый раз в роликах Игнатия Тихоновича, где вы крещение приняли, мне сразу на вам пришли мысли, еврея обратился, слава Христу, хороший священник будет, поэтому и спросила. Помню первые ролики старые Игнатия Тихоновича, когда прослушивала, даже маленький, с мягким голосом, а сейчас как гром. С возраста меняется и характер, и голос. Ну и дальше читайте. Познакомимся с Игнатием Тихоновичем, отпали всякие блуждания, кладясь информации для спасения. И далее пишут, а потом открыла ленту Ютуба, и тихий голос звонит, там были беседы в скайпе Игнатия Тихоновича. Я и понятия не имел, с кем говорю, а мне надо было только услышать, как спасти душу и детей к небу привести. Я чувствовал большую ответственность за них. Какой ответ дам на суде Божьем? Игнатия Тихоновича у труды и община основаны на камне. Книги его придет время со всего мира искать будут. Я в этом точно уверена. Елена, взять Игнатия Тихоновича. Никаких богословских реалий, а никакой богослов с ним не сравнится. То есть считает, видит и Бог полагает. Из пастора в пасторе. Священник Игорь Зырянов о протестантизме и проповеди, как он пришел и стал священником. Я так тоже прокручу, посмотрите. Это интересная статья. Я с самого начала знаком с ним. Вот, видишь, батюшка сидит с бородой. Священник Игорь Зырянов. Ему вопросы задают, он отвечает. На улице стоит дом деревянный, углы. Лесенка под окном. Просто затормозите, паузу делайте и считайте. Вот, видишь, батюшка сидится. Спасибо. facebook. Спасибо. Продолжение следует... Вот он, священник Игорь Зырянов. Около креста, батюшка в облачении. Всего в Иркутской области сегодня трудятся шестеро священников, выходцев из протестантизма. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...